Выборы главы Чувашии, новый налоговый режим для самозанятых, поддержка малого и среднего предпринимательства. Основные темы очередной 41-й сессии Государственного Совета Республики. Использовать портал госуслуги для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность главы Чувашии. Это основные изменения, которые госсовет предлагает внести в закон о выборах главы республики. При этом количество избирателей, которое может быть собрано таким образом, должно составить не более 25% от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата. Объединить усилия власти, бизнеса и общественных институтов, чтобы найти эффективные пути преодоления последствий пандемии. Еще одно направление, в котором работают парламентарии. Госсовет решил направить обращение к первому заместителю председателя правительства страны Андрею Белоусову. В нем просьба о предоставлении дополнительных мер поддержки тем отраслям экономики, которые не попали в список пострадавших от пандемии, но понесли значительные убытки. У нас есть санаторно-курортные учреждения, но, к сожалению, поддержку дают только субъекты малосредственного предпринимательства. При этом у нас 50 курортных учреждений Чувашской республики не попадают под субъекты малосредственного предпринимательства, соответственно, не имеют права получать поддержку, хотя также не работают и не получают доходы. Депутаты обсудили и введение в Чувашии специального налога на профессиональный доход. Он позволит комфортно работать самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей. Их ждет упрощенный порядок уплаты налогов. Так, физические лица в год должны заплатить 4% от дохода, индивидуальные предприниматели – 6%. Причем этот доход 63% от этих сумм поступит в республиканский бюджет, 37% будет поступать в фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, физические лица освобождаются от НДФЛ, налог на доход физических лиц, а индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты НДС. И вот практика показывает, что это в основном такси, водители такси, транспортное обслуживание, парикмахерские, бытовые обслуживания, сдача в наем квартир. Вот такой вот перечень. Нам неплохо для нашей республики дать возможность людям работать легально и в то же время небольшую казну пополнять нашу бюджет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на территории России с начала прошлого года и продлится до конца 2028-го. В нем уже участвуют 20 субъектов нашей страны, 10 из них в ПФО. Юлия Важенина, Анжелика Григорьева, Игорь Зверев, Республика.